Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать 23 главу этой книги. Первая тема – это апостол Павел перед Синедрионом. И мы читаем с первого стиха ниже. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сего дня». Вот здесь апостол Павел обращает внимание на то, что когда человек поступает по совести, то есть по собственным вероубеждениям, это как бы является смягчающее для него обстоятельство, даже если его вероубеждения у кого-то вызывают сомнения. Потому что, напротив, если человек, даже имея правильное вероубеждение, не действует в соответствии с своей религиозной совестью, это значительно хуже. «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Здесь следующая ситуация. Апостол Павел давно не был в Иерусалиме. В те времена первосвященники сменялись достаточно часто. Хотя по Моисееву закону они должны были бы совершать свое служение до смерти. Но тогда это служение, эта должность перекупалась. И Павел не понял, что это первосвященник. Дал приказ бить его. И высказывается достаточно дерзко. Предстоящие же сказали, «Перосвященника Божия поносишь». И вот здесь Павел начинает оправдываться. Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Казалось бы, а что для апостола Павла этот иудейский первосвященник? Павел проповедник Евангелия, Павел христианин, но Павел еще и еврей. А в Законе Божьем действительно сказано, начальствующего в народе твоем не злословь. Таким образом, Павел создает прецедент с уважением относиться к любым формам власти. В том смысле, что нельзя злословить власть, даже если нам эта власть не нравится. Но если над нами властители, которые нас угнетают, что это может означать? Это Божье наказание нам за наши грехи. А если мы будем вести себя праведно и благочестиво, Господь пошлет нам властителей, которые будут не наказанием для нас, а благословением. И здесь апостол Павел именно вспоминает слова из Закона Божия, это книга «Исход», 22 глава, 28 стих, где действительно говорится, что начальствующего в народе твоем не злословь. «Узнав же, Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чайние воскресения мертвых меня судят». Часть саддукейская, она была незначительная, но она была самая влиятельная, потому что почти все первосвященники были такие модернисты саддукеи. А фарисеи имели более значительную часть, и тут совершенно неожиданно христианский апостол Павел говорит, «Я фарисей», то есть сегодня и сейчас. «Сын фарисея», то есть в прошлом, такое мое происхождение. Почему он так действует? Во-первых, любой христианин обязан быть фарисеем. В каком смысле? В Нагорной проповеди Христос говорит, «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное». «Превзойти» — это значит достигнуть их уровня, но этим мы не можем ограничиваться и двинуться дальше. А какой был уровень фарисеев? Они исполняли всю внешнюю сторону закона, а мы должны исполнять и внешнюю сторону закона, и внутреннюю. Пример внешнего и внутреннего исполнения заповеди — это слова Христа в Нагорной проповеди. «Вы слышите, что сказано древним, не прелюбодействуй». И если человек не совершает прелюбодеяние, он как бы исполняет внешнюю сторону этой заповеди. «Но Христос указывает и на внутреннюю сторону. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею сердце свое». Таким образом, для христианина внешняя форма — это то, что очень важно, но мы должны ее превзойти. Поэтому Павел не лукавит, когда он говорит «я фарисей», то есть сегодня, сейчас, сын фарисея в прошлом, такое мое происхождение, «зачаяние воскресения мертвых меня судят». Между фарисеями и саддукеями был спор. Саддукея отрицали воскресение мертвых. А они не верили в ангелов, в бесов. Это были такие модернисты. Но они считали, что закон Божий необходим для того, чтобы в обществе царила гармония. То есть для них закон Божий — это средство обустроить жизнь здесь, а о будущей жизни они не имели серьезного рассуждения. Что происходит далее? Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. «Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Тут совершенно неожиданно фарисеи занимаются в сторону апостола Павла. «Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, а почему он опасался? А потому что Павел — римский гражданин, если его растерзают, это скандал, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Следующую ночь Господь, явившийся ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». Здесь Господь объясняет Павлу, что будет происходить. Неизбежен суд над Павлом в Риме, потому что, как римский гражданин, он сам требовал этого суда, и теперь его туда отправят. Здесь удивляются слова Господа, когда Господь говорит, «Дерзай, Павел». А почему Господь говорит, «Дерзай?» Потому что в Риме апостол Павел взойдет на свою Голгофу. Он будет приговорен к смерти во дне императора Нерона и казнен. И далее мы читаем, здесь рассказывается о том, как иудеи замышляли убить Павла. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». То есть они дали клятву, что они не будут есть и пить, доколе не убьют Павла. Такую клятву давали именем Божьим, поэтому мы можем предположить, что они потом умерли от голода, потому что Павла они не смогли убить. Было же более сорока делавших такое заклятие, то есть сорок человек. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла». Итак, ныне же вы Синетрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. «Мы же прежде, нежели он приблизиться, готовы убить его». На самом деле эти сорок иудеев, они шантажируют представителей религиозного эстаблишмента. Они как бы говорят, «Если вы этого не сделаете, будьте повинны в нашей смерти». «Услышав о сём умысле сын сестры Павловой, то есть подросток, который, может быть, был прислужником у первосвященника или у одного из старейшин, «Услышав о сём умысле сын сестры Павловой, пришёл и, войдя в крепость, уведомил Павла, Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведите этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привёл к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку, и, отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» На самом деле, вот это действие не случайное. Когда представитель власти берёт за руку юношу, он как бы устанавливает доверительные отношения. Вообще-то римляне брезговали иудеями. Но в этом случае он показывает, что он с вниманием отнесётся к тому, что скажет этот подросток. «Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синетрион, как будто они хотят точнее следовать делу о нём. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Что происходит потом? Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». Здесь возникает прецедент, что, в принципе, верующий человек может донести на других людей властям, если ему стало известно, даже властям оккупационным, что кто-то готовит преступление, убийство. «И призвав двух сотников, вот этот тысяченачальник, сказал, приготовьте мне воинов, пеших, 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу. Написало письмо следующего содержания. Клавдий, Лисию, достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с войнами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвинили его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». Здесь опять мы видим некий такой прецедент проявления справедливости. светская власть не имеет права вмешиваться в религиозные вопросы. Поэтому для светской власти значение имеет, если человек совершает преступления, а не то, какие у него вероубеждения. Человек может быть свидетелем Иеговы, он может быть молоканином, католиком, православным. Нельзя оценивать человека по его вероубеждениям. Но если он нарушает закон, уголовный или гражданский, здесь не важно, кто он верующий, неверующий, какой конфессии или секте он принадлежит, все должны быть равны перед законом и никакая власть не имеет права запрещать какие угодно вероубеждения. Это не дело власти. «А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою, будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взяли Павла, повели ночью в антипатриду, ночью, чтобы никто не заметил, как уводят Павла, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость, а те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, предоставили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Иродовая притория – это дворец, построенный Иродом Великим и ставший резиденцией римского прокуратора. Здесь мы видим, что человек может оправдываться, но желательно, чтобы это происходило в присутствии обвинителей, иначе непонятно, может ли он возражать тем обвинениям, которые возводятся на него. Итак, здесь упоминается правитель Феликс, это Антоний Феликс, историческая личность, живший в Кесарии, был прокуратором Иудеи с 52-го по 59-й или 60-й год нашей эры. Согласно свидетельству Таоцита, истории Таоцита 5.9, то есть здесь мы видим историческую личность, что подтверждает историчность самой книги «Деяния святых апостолов». И таких совпадений достаточно много в этом тексте. «Деяния святых апостолов» Продолжение следует...